Музыка Ребята, всем привет! Рада вас видеть снова на моем канале на Кухне Санюты. Итак, сегодня я приготовлю ленивые хачапури в виде пирожков. Итак, приступаем! У нас понадобится мука, сахар, молоко, соль, пачечка дрожжей, сыр, одно яйцо, растительное масло и, конечно же, сливочное масло. В миску наливаем 200 мл тёплого молока. Добавляем 1 чайную ложку сахара. Высыпаем 1 пачечку дрожжей. В упаковке у меня идет 7 грамм. И все перемешиваем либо венчиком, либо вилкой. Дальше просеиваем муку. 350 граммов муки. Добавляем немножко соли по вкусу. И будем ложкой перемешать. Поначалу, а потом будем вымешивать. Ложкой вымешали. Добавляем 1 столовую ложку растительного масла в тесто. И вымесиваем дальше руками. Тесто вымесили. Берем немножко растительного масла и смазываем чашу. Или тарелку. Смажем по бокам тоже. И обязательно дно. Выкладываем наше тесто. Вот такое вот оно у нас получилось. Смазываем тоже немножечко его растительным маслом. И оставляем на 1 час, пускай сходит. Пока наше тесто сходит, тем временем я сделаю начинку. Натрем 200 грамм твердого сыра на крупной тертке. Нажимаем немножко свежей зелени. У меня укроп. Здесь примерно 15 граммов. Мелко нарезаем. Это по желанию. Кто любит зелень, тогда нарезайте зелень. Можете даже любое, которое вам нравится. Зелень нарезали. Отправляем в сыр. И взбиваем сюда одно яйцо. И все надо хорошенько привнуть вилочкой. И перемешать. Тесто у нас поднялось. Скидываем его на стол. И разделим на 2 части. Сначала работаем с первой частью, потом со второй. Одну пока в сторонку примем. Другую нам надо сделать вот так. И сделать вот примерно на вот такие вот части. И делаем кружки, колобочки делаем. Сделали колобочек и ложим на стол. Выкладываем. Даем тоже минут 20 им полежать. Со всего теста так делайте. Колобочек скрутили и положили. Сделали со всего теста. И накрыли, и пускай 20 минут полежит. Берем тесто. Разжимаем его. Так вот делаем. Ложим начинку. Можно либо с качалкой, либо руками просто вот так вот его раскрыть. Ложим начинку в середину. И зажимаем. Зажимаем, ребята, вот так вот. Берем вот, как на вареник, и зажимаем полностью. Все края сжимаем. Потом берем, вот прям сжимайте хорошо, чтобы у вас потом начинка не выплывала. Жали. Потом берем, вот переворачиваем. И видите, как вот края уже понемногу сливаются с тестом, и их уже вот не видно. И вот такие вот пирожки, такие вот ленивые хачапури у нас вот получаются. И так со всем тестом. Разжимаете, начинку ложим, зажимаем. Такие пирожки у нас получились. Теперь мы берем, руками разжимаем, делаем его тоненькими-тонкими. Так каждый ленивый хачапурь. Разжимаем. Видите, какие они должны будут получиться. Тонкие-тонкие. И разогреваете сковороду, и будем обжаривать с двух сторон. Разогрелось. Прожариваем с двух сторон. Они готовятся очень быстро, поэтому полминутки, и переворачиваете на вторую сторону. Ворачиваем на другую сторону. Видите, как быстро они готовятся, хачапуры. И еще буквально полминутки, и первая порция готова. Хачапури у нас обжарились с двух сторон. Теперь их достаем и выкладываем на миску. Вот так, к остальным хачапурам. Вот такие вот, ребята, получаются ленивые хачапури. Вот такие хачапури, ребята, у меня получились. Сейчас я покажу, как он идет в разрезе. Возьмем хачапури. Разрежем. Видите, как поднялся, как жарится. Они так поднимаются. Разрезаем. И смотрим, как в середине. Посмотрите. Горячие, правда. Сыр растопился. Зелень. Видите, сами вот. Кому понравился рецепт приготовления, обязательно лайк. Кто не подписан, подписывайтесь. Итак, всем до новых встреч. Всем до новых вкусных рецептов. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok